Вот если вы посмотрите на такой квадратик, то совершенно понятно, что он состоит из четырех таких треугольников. Согласны? А если вы посмотрите на такой квадрат, он состоит из какого количества треугольников? Из многих. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Все согласны, что восемь больше, чем четыре? Да. Все понятно? Восемь больше, чем четыре, соответственно, вот этот квадрат очевидно меньше по площади, чем этот. Ну, было бы странно, если бы у квадрата площадь была бы больше, а сторона была бы меньше. В общем, ребята, как ни крути, вот этот отрезок, он, конечно же, длиннее, чем диагональ. Поэтому мы можем взять вот эти вот четыре отрезка. Взяли? И дальше их укоротить, но при этом расположить вдоль линии. То есть, представьтесь, ее вот так вот берем, эту точку неподвижная, а это идем сюда и ставим ее примерно вот, понятно, да, нет? Получится такая штука. Вы представили? Да. Ну, соответственно, может так случиться, что вот эта диагональ длиннее, чем была. А теперь сформулирую задачу. Обе диагонали могли стать длиннее или нет. Да? Нет. Почему? Повторяю условия задачи. Есть выпуклый четырехугольник. И в этом самом выпуклый четырехугольнике стороны стали короче. Может ли при этом так произойти, что все диагонали, обе диагонали стали длиннее? Обе диагонали, обе диагонали, обе, обе. Про то, что одна могла стать длиннее, я только что объяснил. Это просто берете квадрат и его сплющиваете. Даже для квадрата это неочереннее. Потому что никто же не говорит, что они должны уменьшаться в одинаковой степени. Может быть, что какая-то сторона уменьшилась сильно, а какая-то и в результате фигура потеряла форму. Понятно, что если бы форма не менялась, то, конечно, все очевидно, да? Вот если у нас был четырехугольник, и у него все стороны пропорционально изменились, а углы не изменились. Что? Смотрите, раздельно на диагонали. Да. Тогда вот у меня есть угол диагонали. Да. Эти два отрезка стали короче. Да. Как? Это отрезок увеличился. Да. Значит, вот этот угол, который был когда-то 90 градусов, увеличился. Ну и что? Ну, замечательно. И так же со всеми остальными четырехугольниками. Ага. То есть идея. Есть четырехугольник, выпуклый. У него все стороны стали короче. Могли ли при этом его диагонали стать обе длиннее? Коля только что предложил такую идею. Если диагональ стала длиннее, а вот эти стороны стали короче, он тогда сказал, что вот этот угол обязательно должен столько? Быть больше 90 градусов. Должен увеличиться. Давайте подумаем, а, собственно говоря, всегда ли это так. А вот я не уверен. В общем, это надо доказывать. Давайте поймем, какую теорему вы сейчас хотите. Вы хотите, что вот если у нас есть треугольник с какими-то сторонами А, Б, С и с каким-то углом гаммы, и есть другой треугольник, да? Ну, А минус А, Б минус А. Более короткими сторонами. Давайте их назовем, скажем, Х и У, да? И З. Итак, что известно? З стало больше, а Х стало меньше, чем А. У стало, соответственно, меньше, чем В. И здесь какой-то там угол фи. Так вот, Коля уверен, что гамма обязательно у нас будет меньше, чем фи. Правильно? Вот интересный вопрос. Действительно ли это так? При помощи угла между двумя отрезками и этих двух отрезков, мы можем считать... Если угол сохранился между двумя отрезками, да? То в таком случае, давайте посмотрим, вот если у нас угол сохранится, угол гамма как был, так и равен фи. А отрезки уменьшились. Вот был какой-то отрезок Б, а стал отрезок У. Был какой-то там отрезок у нас А, а стал какой-то отрезок Х. Так вот, утверждается, что вот этот отрезок тогда будет короче этого, да? Ну, давайте подумаем, почему. Ну, С квадрата это... Нет, я не знаю, что такое С квадрата. А, хочешь, конечно, теорему косинусов. Теорему косинусов писать можно, маленькая проблема. Косинус бывает отрицательным. Так, для тех, кто не знает, что такое теорема косинусов, углы бывают тупые. Давайте подумаем, что происходит, если угол у нас был тупой. Происходит у нас уменьшение отрезка? Происходит. При движении точки отрезок уменьшается, а когда там точка будет... Так, теоремой это доказывается так. Против большего угла в треугольнике лежит большая сторона. Поэтому если вы соедините вот так вот с адресом, то вы просто говорите, что вот этот тупой тупой, если у нас, то тогда вот этот отрезок самый длинный, значит, длиннее этого. И, соответственно, если этот тупой, то вот этот вот отрезок длиннее этого. Итак, если у нас вот этот тупой тупой, то тогда мы с ситуацией полностью разобрались. Вопрос. А может ли он быть острым? Вот этот вот угол? А если подумать? Да. Представьте себе, что вот этот вот угол у нас острый. Вот так и получилось. Угол у нас острый. Вот этот вот. Что в таком случае будет? А ведь будет совершенно замечательный отрезок. Будет что? Короче этого. Согласны? Замечательно. Ну и даже если чуть-чуть отодвинуть, то все равно он может оказаться короче. А теперь смотрите, какая забавная вещь. У нас что произошло? У нас есть вот этот большой треугольник. И так могло случиться, что вот этот отрезок короче этого. Представили? Замечательно. А этот отрезок короче этого. А этот отрезок короче этого. И значит, получилась совершенно замечательная вещь. Получилась совершенно замечательная вещь. У нас две стороны уменьшились, угол остался прежний, а диагональ что сделала? Увеличилась. Для тех, кого интересует точная формальная конструкция, пожалуйста, можно просто взять вот здесь прямой угол. Тогда, что называется, прямо по школьной программе будет. Если у вас есть прямой угол, то вот этот вот отрезок кратчайший. После этого вы говорите, что наклонная длина не перпендикулярна. После этого вы чуть-чуть отступаете, так чтобы длина почти не изменилась. И смотрите вот на эти треугольники. Один с маленькими сторонами и большой вот этой стороны. Две стороны стали меньше, а одна увеличилась. И вот этот вот угол постоянно. Понял, что задачу я решил? Понял. Отлично. Так вот, ребята, я на самом деле не хочу сейчас даже, чтобы вы много времени тратили на разборки этих, потому что задача оказалась тяжелой. Она была на Всероссийском математическом олимпиаде. Теперь давайте я расскажу решение. Оказывается, для того, чтобы собраться с нашей ситуацией, нужно доказать Лемба. Лемба, если у нас есть отрезок фиксированный, и на этом отрезке точка, давайте я напишу, дано, точка С на отрезке А, В. То есть фиксированные три точки. Значит, есть отрезок, некоторые А, В, и некоторая, не важно где, но на этом отрезке точка С. Ситуация понятная? Понятная. И представьте себе, что некоторая точка раньше была расположена на плоскости, некоторая точка Х, и переместилась в некоторое новое положение Y. Ну, я уж не знаю, внутри треугольника, вне треугольника, но, ребята, главное, что точка Х перешла в некоторое новое положение Y, при этом известно следующее, при этом известно следующее, что она стала ближе к точкам А и В. То есть АY меньше, чем АХ, и ВY то же самое, меньше, чем ВХ. Задача. Доказать, что и к точке С она тоже стала при этом ближе. А вот это уже задача, которую вы можете решить. Я не говорю, что ее обязательно решите. Но у вас есть абсолютно реальная возможность ее решить. Повторяю, дана точка С на отрезке АВ. Известно, что АY меньше, чем АХ, BY меньше, чем ВХ. Доказать, что в таком случае CY тоже меньше, чем CX. И, ребята, в отличие от исходной задачи про четырехугольник, где я не ждал, сколько я не надеялся, понимал, что вряд ли это все решите, здесь я не знаю, что здесь ничего выходящего за рамки того, что мы с вами в двух раз уже делали и учили, не требуется. Давайте. Заметьте, интуитивно это вполне себе понятная штука. Если у нас есть отрезок с фиксированной на нем точкой, и так вот случилось, что некоторая точка плоскости приблизилась к двум концам, то она на самом деле приблизилась и к точке С тоже. Отсказка. Надо как-то суметь геометрически изобразить, что АЙ меньше, чем АХ. Что это вообще означает? Существует две окружности, с центра точки B радиусом Bx и с центра точки A радиусом Аx. У них есть пересечение. С точкой Y, кстати, находится именно в этом пересечении. С Василий, мы пройдем окружности с центра точки B радиусом Bx, с центра точки A радиусом Аx. Теперь, в их пересечении где-то лежит точка Y. Рассмотрите отдельный случай, когда Y лежит на одной из окружностей. Понятно. То есть, ты хочешь сказать следующую штуку? Что если рассмотреть вот такую вот окружность с центром в точке A, да? Да. Вот она как-то здесь пройдет. И рассмотреть окружность с центром в точке B, правильно? Да. как-то она пройдет. То возникает такая вот линточка, да? Да. Замечательно. И... Поставим Y на одной из окружностей. Нет, секунду, секунду. Надо объяснить, почему любая точка, которая расположена внутри, ближе к точке C, чем к точке X, правильно? Я хочу это сказать. Да, почему? Ну... Рассмотрим. Рассмотрим. Тогда смотрите. Если... То есть, если у нас точка расположена где-то внутри этой линзы, то получу, выведем на границу. Вывели дальше. Теперь, А, Y, А, Y штрих равно А, X. Да, равно. Теперь, есть два треугольника. Вот этот угол, вот, А, C, X больше, чем X, А, C и А, X, C. То есть, еще раз, ты хочешь объяснить, что когда угол уменьшился, да, то вот это расстояние уменьшилось. Как? Ребят, на самом деле, можно все сделать совсем нехорошо. Линзу рисовать не обязательно. Потому что А, C по длине, А, C по длине не изменилось. А, Y штрих тоже не изменилось. Да. Угол стал меньше. Значит... И что? Все поняли, что он говорит? Он говорит, что вот если точка Y была здесь, то если она вне линзы, то все, уже просто у нас увеличилось, да? Значит, если точка Y была вот где-то здесь, то мы ее выведем при помощи луча, проведенном из точки С, вот она, точка Y была, при помощи луча выведем ее на границу нашей линзы, а дальше мы получим такую задачу, что у нас действительно отрезок А, C не изменился, угол уменьшился, а этот отрезок не изменился. Давайте я нарисую эту картинку. Значит, у нас есть отрезок. Такой отрезок и некоторые фиксированные отрезки. Вот эти два одинаковые. Требуется объяснить, почему вот этот вот отрезок короче этого. Ну, квадраты остались одинаковые, а квадраты... Если теорему косинусов знать, это одна ситуация. А если теорему косинусов не знать... Другая. Умеют уже считать, кто знает, что такое синусы, косинусы. Для тех эта задача вообще легчайшая. Но это и нормально для старшеклассников, конечно, должно быть простой. А вот для тех, кто не старшеклассник... Давайте поймем, о чем эта задача вообще. Что вот у нас движется по окружности точка, да? Вот представьте себе, это же у нас окружность, правильно? Движется по окружности точка, А или внутри, или вне окружности есть другая точка. Так вот, нужно объяснить, почему состояние меняется монотонно. Можно посчитать эту картинку. Еще раз. Есть ли без счета? Есть ли без счета? То есть, надо доказать, что x, y, штрих, c больше... Ну, давайте я нарисую картинку, может быть, вам станет понятно. Два варианта. c лежит вне, а другой вариант, это точка c лежит внутри. На самом деле, когда... Вот эта точка а, это центр окружности. Когда точка c лежит вне, то здесь, смотрите, какая история. Если мы будем рассматривать всевозможные окружности, вы видите, как они пересекают нашу, или нет? А? Что происходит при этом? С этим отрезком что? Увеличивается. Увеличивается. Правда, что это очевидно? Замечательно. Как это строго доказать? Хорошо. Сейчас, когда точка c лежит внутри, вот этот отрезок короткий, и опять-таки, вот мы рассмотрели вот такую окружность с центром в точке c, потом окружность чуть-чуть побольше, и она пересекла в двух точках, потом окружность еще побольше. Ребята, казалось бы, должен настать момент, когда пересечет в четырех точках. Немного такого не бывает. Если вы возьмете циркуль и посмотрите. Повторяю вопрос. Почему при движении у нас, если вот этот вот отрезок остается постоянно, почему у нас вот там вот отрезок увеличивается? То же самое. Почему при движении, если вот этот вот отрезок остается постоянно, то вот это у меня точка y, вот эта вот точка x, почему отрезок cy будет меньше, чем ай. На самом деле это легко, господа. Скажите, пожалуйста, как называется треугольник axy в диаметре? Есть у него какое-то специальное слово? Равнобедленное. Совершенно верно. Треугольник axy равнобедленный. Отлично. Что я сейчас на самом деле прошу вас доказать? Давайте я отдельно нарисую картинку, уже без окружностей, а просто с треугольником. Если у нас есть равнобедренный треугольник axy, и если у нас есть, вот здесь произвольная точка c, внимание, не лежащая внутри треугольника, это принципиально, точка c расположена ниже, чем прямая ай, понятно, да? Вот с этой стороны это прямая. А x расположена с другой стороны от прямой ай. Просят сравнить вот эти два отрезка. То есть доказать, что xc больше, чем yc. Циркулем можно? Циркулем для себя, конечно, можно. Просто есть и циркулем? Для доказательства, конечно, нет. То есть, понимаешь, то, что я нарисовала и у меня получилось, это не доказательство. Но с другой стороны, когда мы изучаем геометрию, разумеется, нужно, понятно, да? И циркуль, и еще лучше программа «Живая геометрия», она просто гораздо точнее рисует, чем вы можете нарисовать циркулем. В любом случае... Итак, это совсем просто же. Повторяю вопрос. Почему отрезок xc длиннее, чем отрезок cy? Да. Молодец, конечно. Надо всего лишь объяснить, по какой причине вот этот угол тупой. Он не обязательно. Но вы почти правы. То есть, вы хотели сказать, что угол y тупой, а значит, сторона xc самая большая. Но вам, понимаете, так случайно может оказаться, что точка c расположена близко к точке а, и тогда этот угол все-таки будет, или прямой, или острый. Он может быть не тупым. Но вы почти правы. 99% работы вы сделали. Он больше xy. Молодец. На самом деле, нам не нужно, что он обязательно тупой. Нам достаточно того, что мы сравним между собой вот эти два угла. Ребята, в равнобедренном треугольнике... Давайте вспомним. То есть, у нас есть абсолютно любой равнобедренный треугольник. В равнобедренном треугольнике углы равны, и соответствующие стороны равны. Когда мы с вами увеличиваем один из углов, что происходит? Сторона увеличивается. Правильно? Я сейчас не буду тратить время на эту теорему, но, видишь, в школьном учебнике она есть, и, в общем, у нас она просто была, на самом деле, уже в книжке сильно раньше. Важнейшая теорема самого-самого начала изучения геометрии. Против большей стороны в треугольнике лежит больший угол, ну и наоборот, против большего угла больше... Понятно, да? Соответственно, вам не обязательно знать, что этот угол тупой. Вам достаточно сказать, что он больше, чем... Итак, что вам реально нужно? x, y, c, x, y, c. Вам нужно, на самом деле, доказать, что больше, чем y, x, c. y, x, c. Ребята, а все легко. Потому что, на самом деле, между этими углами можно вставить угол вот этот вот, ax. Понимаете идею? Угол x, y, c, он больше, чем а, y, x. Больше, чем угол а, y, x. Угол а, y, x равен углу а, x, y. Потому что треугольник равноведленный. А угол а, x, y больше, чем угол y, x, c. Будьте добры, пожалуйста, запишите эти четыре неравенства. Итак, с вас картинка, которую я сейчас нарисовал. Да? И эти четыре неравенства. Ну, в общем, более-менее понятным образом мы объяснили эту самую лему. Только, ребята, это все было совершенно не нужно. На самом деле, эту лему можно было показать гораздо легче и гораздо проще. Ну, я, что называется, просто хотел вам все объяснить подробно, понятно. А давайте сейчас объясню, как на самом деле все было совсем легко. Можно было воспользоваться очень важным для геометрии понятием. Серединный перпендикуляр. На самом деле, конечно, это у нас уже было, когда мы про равноведленный треугольник говорили, можно и помнить, высота, помните, медиана и биссектриса равноведленного треугольника. Что делают? Положат морф. Это один и тот же отрезок. Когда вы на основании к середине проводите отрезок, он является и высотой, да? Замечательно. Но, там не только это. Давайте вспоминаем. Когда у вас есть две точки, отрезок разделен пополам и проведен перпендикулярно, то смотрите, господа, каким свойством обладают точки середины перпендикуляра? Равны длины. Отрезки равны, так? А теперь внимание. Каким свойством обладает эта точка по отношению к этим двум? Какой отрезок больше? Этот или этот? Да, второй. А? Очевидно, вот этот больше, правильно? Замечательно. И где точку не ставь, все равно сюда дальше, чем сюда. Согласны? Да. То есть, все точки правой полуплоскости ближе к этой точке, чем к этой. Отлично. А если здесь точка в один, то вот этот отрезок будет меньше этого. Понятно? Понятно или непонятно? Нет. А теперь внимание, господа. Возвращаемся к нашей картинке. У нас есть точки x и y. Помните они были по условию задачи? Ну, я уже не знаю, где они были. Да? x и y. Понимаете ли вы, что точки x и y ничуть не хуже, чем любые две другие точки на плоскости? И для них тоже есть серединный перпендикуляр. Понятно? Значит, я соединяю их отрезком, соединяю отрезком и провожу серединный перпендикуляр. А теперь будьте добры понять, что этот серединный перпендикуляр делит плоскость на две половинки. На две полуплоскости. Так? Как любая прямая делит плоскость на две половинки. А значит, мы способны... Возвращаемся к этому рисунку. Вот точка x, вот точка y. Если ау меньше, чем ах, с какой стороны должна лежать точка а? Там, где y или там, где x? Там, где y. Точка а должна быть где-то здесь, правильно? С той же стороны, где y. Потому что ау меньше, чем ах. Значит, точка а лежит на этой вот нашей картинке с этой стороны. Так? Господа, ну вообще-то у нас то же самое есть про точку b. bу меньше, чем bx. Это что означает? И b тоже лежит. И b лежит с этой стороны. Ужасно интересно. Ребята, у нас есть серединный перпендикуляр. Точки а и b расположены по одну сторону. Расположены там же, где y. Что при этом с отрезком? Расположены тоже с этой стороны. Если две точки отрезка расположены по какую-то одну сторону от прямой, то весь отрезок расположен. Концы. Весь отрезок, в том числе точка c. А если у нас, я не знаю, где она там на нашем адресе, ну где-то расположен. А если у нас есть отрезок расположен с той же стороны, где точка y, то соответственно, c y будет меньше, чем c. Споняли? Стоп, Алексей Васильевич, вы сказали, если любые, какие-то две точки отрезка лежат с одной стороны. Если у нас два конца. У нас а и b были концы отрезка, а c была между ними. Если концы отрезка лежат в одной полуплоскости, то и весь отрезок лежит в этой полуплоскости. Так, господа, точно меньше все понимают. Полуплоскость это совсем просто. Это когда вы берете, проводите прямую, то с одной стороны это одна полуплоскость, половинка плоскости, а с другой стороны это другая полуплоскость. Вот просто все такие вещи надо узнать. Так вот, так вот, по-моему, я с левым и разобрался подробно, правда? Если есть отрезок а, b и на нем точка c, и некоторая точка x стала ближе к точкам а и b, то она автоматически стала ближе и к точке c тоже. Все поняли? Доказательства. Одно доказательство мы здесь вот долго выписывали, все, я его сейчас не буду повторять. Второе доказательство. Рассмотрим серединный перпендикуляр к отрезку x, y. Тогда точка а, и в этом, собственно, смысл неравенства а и х меньше ах, должна лежать в той же полуплоскости, что точка y. И точка b, из-за неравенства by меньше bx, должна лежать в той же полуплоскости, где точка y. Если у вас две точки лежат в одной полуплоскости, то и отрезок с этими концами тоже там лежит. Теперь все понятно? Все, отлично. Господа, теперь возвращаемся к нашей задаче. Для тех, кто уже все забыл, повторяю. Был четырехугольник и спрашивали, могли ли у этого четырехугольника все стороны стать короче, а обе диагонали стать длиннее. Так вот, оказывается, что при помощи вот этой вот леммы, я сейчас, в общем, все бодро расскажу. Делается это так. Представьте себе, что у нас был какой-то четырехугольник. Ну, давайте, я его обозначу, к-л-м-н. И из него получился какой-то новый. Можно я его не буду рисовать, а просто напишу, где-то он там на плоскости нарисован. К-штрих, n-штрих, m-штрих, l-штрих. Какой-то новый четырехугольник. У него, значит, стороны короче, диагонали длиннее. Господа, я сейчас сделаю следующую штуку. Если диагонали стали длиннее, то я могу посчитать, в сколько раз они стали длиннее. Могу? Да. Могу. Что это конкретно за числа? Ну, понятно, вот есть у нас диагональ к-м, и есть диагональ новая, к-штрих, m-штрих. Я могу рассмотреть такое число. Это в сколько раз длиннее стала диагональ к-м. Это число, конечно, больше единиц. И другая диагональ, n-штрих, l-штрих. Ну, да, то же самое, она тоже стала длиннее. Так, а теперь, господа, такой вопрос. Понимаете ли вы, что вот из этих двух чисел, там, какой-то больше, какой-то меньше, или они умравны? Согласна? Или нет? Да. Да. Так вот, я возьму сейчас то из них, которое не самое большое. Вот, из двух чисел. Если они равны, то я возьму любое. Если одно из них меньше, то я возьму то, которое меньше. Могу? Из двух чисел взять то, которое меньше? Да. Могу? Понятно, поскольку у меня буквы взяты произвольно, я могу считать, что вот это вот число обладает каким свойством? Больше чем. наоборот, меньше, да? Не больше, чем вот это. Договорились? Договорились или нет? Да. Хорошо. И сейчас я сделаю следующую операцию. Я возьму. И в столько раз. В ровно в столько раз. Новый наш четырехугольник сожму. Понятно, что при этом произойдет? Диагональ в санатус. Диагональ К штрих М штрих превратится в диагональ КМ в длине. Так, что такое сжать? Все знают слово из четырех букв. Иногда на кинокамерах пишут. Увеличение в сколько-то раз. Знаете такую штуку? Ну, пишется оно вот так. Знаете? Или, может быть, ну, это уж точно все делали. Вы берете на компьютере и нажимаете на плюсик, у вас фотография или текст. А? Ну, хорошо, хорошо. Да. Поняла, да? Что можно на экране сделать там больше или, соответственно, меньше. А на русском языке? Назвайте гомотетия. Так вот, что такое гомотетия? Форма не меняется. То есть, если у вас была фотография кошки, то у вас останется кошка. Да? Но размеры этой кошки могут измениться. И в результате там может так быть, что у вас вся кошка будет там на весь экран и даже не поместится. Или можно наоборот ее... Понятно, да? Так вот, мы делаем гомотетию вот такую. Вот в столько раз сжимаем новый четырехугольник. Это число было больше единицы. Поэтому, если мы в столько раз сжимаем, то все длины что сделают? Уменьшатся. Уменьшатся. И при этом мы так взяли коэффициент, что диагональ К' М' превратится по длине в диагональ КМ. То есть, когда у меня был четырехугольник, я предположил, что у него диагонали увеличились и стороны уменьшились. Я беру и все-таки диагональ, ну и все размеры уменьшаю так, чтобы диагональ одна из них стала прежней своей длины. Ну и естественно, после этого я могу по плоскости передвинуть этот четырехугольник или перевернуть при необходимости, чтобы новые точки в которые перешли К' и М' оказались бы в точности в точках К и М. Понимаете, ради чего я все это делаю? Потому что раньше я даже его рисовать не хотел. Я не знаю, где он, какой он. А сейчас ситуация стала гораздо понятнее. У меня точки К и М теперь в точности у нового четырехугольника такие же, как у старых. в результате у меня вот этот отрезок что сделал? А? Ну, остался. У нового четырехугольника отрезок такой же. Внимание, стороны должны были уменьшиться. Это значит, что вот эта вот точка, она приблизилась к точкам КМ. И эта точка должна была приблизиться к точкам КМ. Понятно? А теперь внимание, господа, в качестве точки С из вот этой леммы я возьму точку пересечения диагонали исходного четырехугольника. И дальше говорю простую вещь. Отрезок уменьшился, отрезок уменьшился. Что произошло с расстоянием от точки О до этой точки по лемме? Уменьшилось. Уменьшилось. То же самое. Точка L куда-то там сдвинулась. она могла выйти за предел из треугольника. Но вот эти два отрезка уменьшились. Значит, что произошло с расстоянием до точки О? Уменьшилось. Уменьшилось. Но вот этот вот отрезок, который соединяет новое положение точек N и L, он же понирается треугольника не больше, чем сумма N, O и O, правильно? Если они меньше, чем старые отрезки, значит, это меньше, чем N, L. Понятно? Диагональ должна была увеличиться, а она на самом деле уменьшилась. Правда, хорошая задача? Она трудная, безусловно, она трудная. Ну вот, не знаю, мне понравилось, что вроде бы ничего такого сверхъестественного не надо использовать, всего лишь вероятность треугольника, а задача вполне себе вполне, 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 вполне.